Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф, видео-версии в студии Валентины Демидова. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Пришла пора покупать обогреватели со скидкой до 30% в гипермаркете «Айсберг». С 1 по 11 сентября 7-секционный масляный обогреватель «Супра» всего за 1790 рублей. «Айсберг» – всегда низкие цены. Вначале краткий обзор тем. На работника гайского ГОКа упал закол. За неделю в шахте произошло два подобных случая. 4,5 тысячи гайчан отправились в школу. 1 сентября началось с линеек и закончилось концертом. Мы выбрали обладателя штор. Шахтер с белым кроликом на руках приглянулся редакции. В приемный покой БК-2 30 августа был доставлен работник гайского ГОКа с травмами. У мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, мягких тканей, спины и волосистой части головы. Травму рабочий получил при проведении работ по зачистке кровли камеры от заколов. На него упал отколовшийся кусок породы. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Пострадавший был госпитализирован. Ведется разбирательство. Напомним, что ранее на комбинате произошел похожий несчастный случай. Тогда закол упал рабочему на стопу. В первый день осени на дорогах города произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Утром на перекрестке улиц Ленина и Коммунистическое столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Хюндай. По уточненной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя иномарки, который хотел проскочить на красный сигнал светофора. Несмотря на незначительные механические повреждения, настроение автолюбителей было подпорчено. Днем на пересечении улицы Спортивный и переулок Спортивный столкнулись автомобили Лада Гранта и ВАЗ-2114. По предварительным данным известно, что водитель 14-й, поворачиваясь переулка на Спортивную, не уступил дорогу водителю Гранта, который двигался в направлении частного сектора. Авто получили незначительные механические повреждения. Обстоятельства ДТП уточняются. Госавтоинспекторы обращаются ко всем водителям быть предельно внимательными на дорогах. С наступлением нового учебного года количество маленьких пешеходов на дорогах резко возросло. В ГАИ с 3 по 12 сентября горожане, которые не смогут присутствовать в день голосования на своих избирательных участках, могут проголосовать досрочно. Отдать свой голос за кандидатов в депутаты можно будет на своем избирательном участке. Об этом сообщает сайт администрации города. Становление администрации об образовании избирательных участков размещено на официальном сайте муниципалитета в разделе «Выборы-2015». Администрации города объявлен аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Стоит отметить, что в этом году подобные работы в городе не проводились. Исключением стали лишь две улицы – Ленина и Коммунистическая. В свою очередь, утвержденная в муниципалитете схема предполагает наличие разметки практически на всех городских дорогах. Также документ содержит информацию о знаках, которые должны регулировать движение. На работы из местного бюджета может быть выделено почти 470 тысяч рублей. Предполагается, что новая разметка из холодного пластика появится на дорогах города до конца сентября. Огромный выбор мебели на заказ по индивидуальным размерам. Наличный и безналичный расчет. Кредит. Внутренняя рассрочка. Пенсионерам скидки. Мир мебели. Гай. Водченко, 22. Телефон 8905-843-43-16. Низкие цены на пластиковые окна. Бесплатный замер. Заключение договора на дому. Большой выбор люстр, гардин и картин. Фирма «Новый дом». Гай. Ленина, 52. Магазин «Ваш стиль». Тонировка. Бронирование фар, капотов. Ремонт автостекол. Шумоизоляция. Установка автомагнитол. Автовинил. Гай. Переулок больничный 9А. Вы смотрите гай.рф-видеоверсия и мы продолжаем. 1 сентября мы подвели итоги фотоконкурса шахтеров. Обладателем штор на общую сумму в 5000 рублей становится Владимир Малаховский. После бурного обсуждения редакция портала гай.рф пришла к единому мнению. Мы проголосовали за харизматичного мужчину с белым кроликом на руках. К присланному фоту прилагалось и краткое описание. Здравствуйте, уважаемая редакция. Я Малаховский Владимир Леонидович, машинист ПДМ в шахте с 1984 года. Присылаю вам фото для участия в вашем конкурсе. Это мое хобби в свободное от работы время. Голуби, кролики. Портал гай.рф благодарит всех, кто принимал участие и присылал нам фотографии своих отцов, мужей и сыновей. И на портале гай.рф стартует новый конкурс «Ножки с обложки». Принять участие в нем могут девушки старше 16 лет, жительницы трех городов – Гая, Орска и Новотроицка. Регистрируем участников до 20 сентября. С 20 по 29 сентября будет проводиться открытое голосование. Из 10 финалисток в каждом городе будет выбрано по одной победительнице. Обладательницы самых-самых ножек получат ценные призы общей стоимостью в 10 тысяч рублей. Ух ты, какие ножки! Смотри, участвуй, голосуй! Продли себе лето с конкурсом «Ножки с обложки» на гай.рф. Генеральный партнер мероприятия – кафе Тартуга. Город Гай, улица Декабристов, 1. Тартуга! Блюда на любой вкус. Европейская и японская кухни. Праздники на любой цвет. Детские и взрослые. Тартуга. Гай, улица Декабристов, 1. Телефон 5-08-90. Приезжайте. Пошалим. И к другим темам этого выпуска. Новый учебный год официально открыт. 1 сентября в образовательных учреждениях Гайского городского округа прошли торжественные линейки. Первый звонок в этом году прозвенел для более чем 4,5 тысячи школьников. О том, как встречали 1 сентября в школах округа, подробнее в следующем сюжете. По традиции, первый школьный звонок для всех учеников дали первоклашки. В этом году их количество в Гайском городском округе достигло рекордной цифры и составило 555 человек. Первый раз в первый класс девчонки и мальчишки пришли не только с цветами, но и со стихами. В большой и светлой школе для нас открыта дверь. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Мы приветствуем всех вас, посмотрите вы на нас. Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж полречи мы сказали, ох, гора свалилась с плеч. Теперь-то жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я. У меня сегодня праздник не бывало лучше дня, Потому что первоклассник называют все меня. Нынче ночью просыпался, я, наверное, десять раз. Мне казалось постоянно, что опаздываю в класс. А ты не скажешь? Моя старшая сестра глаза красила с утра. Может мне купить помаду? Или в первый класс не надо? Я очень хочу идти в школу. Научиться читать, читать. И писать аккуратно. Егор, расскажи нам, почему ты хочешь в школу? Ну, чтобы учиться. Чтоб почерк красивый был. Писать хорошо. Рисовать. А стишок учил с сегодняшнего дня? Да. Давай, расскажи. Здравствуйте. Неужели дяди, тети, что стоят с цветами, в эту школу ходить будут тоже вместе с нами? Ну, потому что там весело, там можно найти друзей, и там очень хорошо. Вместе с первоклассниками в этот день чествовали и одиннадцатиклассников, которые меньше чем через год покинут стены родной школы. И если малыши хотят учиться, потому что им это интересно и незнакомо, то будущие выпускники, зная все тяготы школьной жизни, и вовсе не хотят с ней расставаться. Сегодня такой день, что я помню 2005 год. Я первоклассник, я с мамой, с папой иду. И, в принципе, чувства такие же, как и сейчас. То есть я волнуюсь, я не знаю, что меня ждет впереди. Этот год, и не хочется прощаться со школой. Всегда, когда учусь в пятом, шестом, седьмом классе, хочется, когда же я уже закончу, вот эти одиннадцатиклассники, как я им завидую. Все, сейчас этого нет, сейчас я им завидую. Вот они в пятом классе, у них только все начинается. Со школы совсем не хочется уходить. Грустно, я еще хочу в школу. Только сегодня поняла, что в школе очень классно. Немножко грустно, что это последнее уже, ну, последнее мое первое сентября, что я больше не увижу эти лица. Ну, может быть, еще увижу, поступим где-нибудь, будем переписываться. А так еще и весело, встречу своих друзей, там, одноклассников. Посмотрю, как они выросли за лето, как изменились. В хорошую сторону, скорее всего, все выросли. Вот на сегодняшний день, да, у вас еще год впереди, вы проведете его вместе. Ну, вот так вот, сегодня, как ты можешь охарактеризовать все десять лет, которые прошли, которые уже за печами? Ну, они прошли так быстро, так незаметно. Детство так быстро пролетает. А даже сам не замечаешь. Вроде вот ты уже в первый класс идешь, а здесь уже все, в одиннадцатый, последний год так неохота. Очень волнительно. Это, не знаю, это непередаваемое ощущение, потому что когда-то я вела, ну, когда-то меня вели в первый класс, а сегодня я веду в первый класс. Это, я не знаю, это радостно, это, не знаю, это переполнение каких-то эмоций. Что ты хочешь желать всем первоклассникам? Удачи. Здоровья, трудолюбия, я не знаю, чего еще. Ну, упорство, побольше упорство. Расскажи, пожалуйста, вот последний год ставки, на что ты делаешь, на хорошие оценки, на что, на то, чтобы этот год запомнился? Как вообще планируешь его провести? На то, чтобы он запомнился, чтобы были хорошие оценки, чтобы у меня все получалось. Я на это надеюсь. Давайте еще раз дружными аплодисментами. Ну, я надеюсь, мы его проведем весело, запоминающиеся. Примите от своих детей, благодарность, любовь и осенью цветы. Ребята, вручайте свои учителя, цветы вручайте, пожалуйста. Хорошей учебы. Чтобы не ленились и учились. Это очень волнительно, просто эти эмоции. У меня даже руки трясутся, это не передать словами. Я мечтала об этом дне, я представляла его. И вспоминается свой первый класс, когда меня маленькую привели на этот школьный двор. Это просто незабываемые ощущения, невероятные. Эмоции переполняют. Они грустные, веселые. Как-то все-таки хочется остаться в школе еще. Но это последний год уже, и как-то уже грустненько немного. Хочется все равно, это такая беззаботная пора, когда у тебя нет никаких забот, кроме как учиться. А после 11 класса мы вступаем во взрослую жизнь, и нам надо будет уже думать о другом совсем. С какой-то грустью, потому что это последний класс выпускной. С счастьем вновь увидеть своих друзей старых, надоклассников. А что бы хотел пожелать первоклассникам? Кого ты сегодня поведешь? Ну, наверное, побольше заниматься. Потому что если забросишь учебу, потом не сдашь экзамены. Несмотря на то, что торжественные линейки во всех школах развиваются по похожему сценарию, некоторые из руководителей смогли удивить и воспитанников, и всех гостей праздника. Директор школы номер 10 Ирина Кузнецова появилась на линейке на красном кабриолете в сопровождении патрульной машины ДПС. По легенде, она нарушила правила дорожного движения и пообещала впредь больше так не делать. День знаний – праздник не только учителей и учеников, но и родителей, которые не остались в стороне от добрых слов и пожеланий в адрес школьников. Первоклассникам довести их до ума. Ну а первоклассникам желаю тоже успехов в жизни, чтобы они были умные и с перспективы для нашей страны научились всему самому хорошему. А вы скажите, впервые первоклассник ведете или уже поделили? Нет, впервые только ведете. Какие эмоции, какие чувства? Очень радостные. Я счастлив, что его привел сегодня и счастлив, что он будет учиться в нашей стране, в России. Не верится до сих пор, что уже наступил этот день. Вроде только вот была такая вот маленькая, а уже выросла. Уже тоже первый класс. Вспоминаешь свой первый класс, вспоминаешь, как тебя родители вели. Пожелания. Что самое главное хотите пожелать вообще всем первоклассникам, родителям? Терпение главное, потому что, ну, всякое будет, и будет трудновато, будет что-то легко, что-то трудно. Но это здорово. Все через это проходим. Надо учиться, надо помогать своим деткам. И все будет хорошо у всех. Я желаю всем, во-первых, быть здоровыми. Ну и, конечно, успехов. Все, как он чуть-чуть на это учили, но главное самое, чтобы они были просто хорошими. От всей души поздравляю всех гайчан, родителей, учащихся, а также сегодняшних первоклассников, которые пришли впервые в школу с праздником Днем Знаний. Желаю, самое главное, крепкого здоровья, огромного мирного неба, что актуально сейчас над нашей головой. И чтобы у всех все сбывалось, получалось. Хороших, добрых учителей, хороших, добрых учеников. И чтобы всегда процветала наша система образования. С праздником! Уже 2 сентября школьники города, вооружившись портфелями, учебниками, тетрадками, отправятся изучать новые предметы. В чем мы, редакция портала гай.рф, желаем им успехов. Анастасия Адарченко, Артем Архипов. Специально для видеоверсии гай.рф. После торжественной части в школах празднование Дня Знаний переместилось в скверу фонтана, где для юных гайчан была подготовлена культурно-развлекательная программа. На этот раз формат праздника организаторами был немного изменен. А что из этого получилось, смотрите сами. Организаторами мероприятия выступил отдел управления культурой и архивного дела Гайского городского округа. Для юных гайчан и их родителей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. По словам начальника управления культуры и архивного дела Гайского городского округа Александра Денисова, подобный праздник проходит на протяжении трех лет. Формат в этом году мы несколько изменили. То у нас была концертная игровая программа, теперь у нас конкурсная игровая программа. Наверное, для детей младшего и среднего школьного возраста это наиболее интересно, потому что сейчас у нас в это время в основном зрители именно дети этого возраста. Мы всех, конечно, от управления культурой, от администрации города, всех поздравляем с таким замечательным праздником, началом учебного года. Всем детям желаем успехов в учебе, здоровья. Ну а родителям, бабушкам, дедушкам терпение и помощи для своих детей, внуков, чтобы помогали им учиться. А мы для создания положительных эмоций, хорошего настроения перед началом учебного года вот такое мероприятие подготовили и проводим для детей. Также в ходе праздника гайчане и узнали о библиотечной системе округа. Работники книжных домов подвели итоги летнего чтения. Победители были определены по количеству прочитанных книг, которые записаны в читательских формулярах. Первый раз мы в 2013 году праздник проводили, но он прошел у нас в стенах Центральной детской библиотеки, хотя планировалось тоже на улице, была плохая погода. Праздник собрал больше 40 тогда гостей, было очень интересно, и мы решили эту практику продолжить. А в этом году получилось еще более празднично, более широко, потому что были все жители города Гайя, все дети пришли. Мы подводили итоги по всем детской библиотеке, по детским отделам, выделяли своих лучших читателей, те, кто за три месяца прочитал больше всего книг. Ну, конечно, это может быть и не совсем справедливо, потому что дети-то еще и дома читают, но именно те, кто в библиотеку ходили. Нам хочется, чтобы в библиотеке их читали, как можно больше детей приходили к нам. Вот Центральная детская библиотека трех человек выделила. Это у нас Чадная Ульяна, второй класс, у нее было 38 книг. Это была Азнобаева Азалия, седьмой класс, 25 книг, и Даша Лепешкина. Она сейчас учится в девятом классе, она прочитала 38 книг. Это очень много для девятого класса. Также детский отдел Центральной библиотеки двух читателей выделил, и городской филиал номер один двух читателей выделил. Дети молодцы, читают все очень хорошо, нам это очень нравится. Арт-площадки, творческая мастерская, аквагрим, игровая программа, шоу сумасшедших профессоров и многое другое увидели гайчане, пришедшие на праздник. Кроме того, горожане смогли увидеть работы воспитанников детской художественной школы и записаться на обучение. В заключении все гости праздника стали свидетелями научных экспериментов и смогли послушать музыкальные композиции в исполнении группы «Конверс». Кроме всего прочего, горожане имели возможность взглянуть и на совсем юных артистов. В Дворце культуры Горняков прошел День открытых дверей, где юных гайчан познакомились с творчеством различных коллективов. Родители же, в свою очередь, могли записать детей в танцевальную, вокальную или цирковые студии. И в конце выпуска о погоде в ближайшие дни в Гае переменная облачность, возможен дождь. Ветер преимущественно западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем 17-20 градусов со знаком «плюс». Программа была подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Жаркие дни в гипермаркете «Айсберг». Скидки до 30% на все с 1 по 11 сентября. Жидко-кристаллический телевизор «Супра» с диагональю 71 см всего за 9 990 рублей. «Айсберг» всегда низкие цены. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Свежие новости и комментарии к ним всегда для вас доступны на портале гай.рф. С вами была Валентина Демидова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин